Доброе утро! В эфире Вести Магнитогорск, в студии Анастасия Ильина. Три автомобиля и 40 жидкокристаллических телевизоров достанутся победителям лотереи, которая будет проведена в день выборов. Напомню, принять участие в ней сможет любой магнитогорец, который 2 декабря придет на избирательный участок. Тем временем избирком продолжает свою ежедневную работу. В каждую квартиру Магнитогорска должны принести приглашения на выборы. Здесь же указывается телефон участковой избирательной комиссии. По всем вопросам, которые возникают у избирателей в настоящее время, не включены в списки или как можно подойти проверить, включен он в список или нет, граждане могут обратиться в участковую комиссию вот по этому адресу, либо позвонить по этому верхнему телефону. Участковые избирательные комиссии сейчас работают с 13 до 20 часов. Сегодня Магнитогорск посетит первый заместитель губернатора Челябинской области. Андрей Косилов намерен встретиться с коллективом МГТУ. Также вице-губернатор побывает во Дворце культуры имени Аджиникидзе на встрече с социальными и медицинскими работниками. О том, какие проблемы обсуждал Андрей Николаевич с Магнитогорцами мы расскажем в вечернем выпуске программы «Вести Магнитогорск» в 19.40. Новый мост сдан в эксплуатацию в поселке Новостройка. На его строительство из местного и областного бюджета было затрачено более 55 миллионов рублей. Путепровод имеет длину балок пролетного строения 33 метра. Как таковых здесь два путепровода, то есть один это трамвайное движение по нему осуществляется, а по второму автомобильное движение. То есть ничего сложного для нашей организации здесь мы не встретили, трудностей никаких не было. В целом приемная комиссия увиденным осталась довольна, но были и замечания. Так бордюрный камень ниже положенного на 2 сантиметра, а пешеходная дорожка не рассчитана на инвалидов и молодых мам с колясками. Подрядчики обещали устранить все недостатки в следующем году. Сегодня начинается рождественский пост, который продолжается 40 дней до праздника Рождества. Согласно церковному уставу, в дни поста верующие должны отказаться от мясной и молочной пищи. Рыба разрешается в субботу и воскресенье, а также в церковные праздники. Со 2 по 6 января пост усиливается, особенно строгий он в канун Рождества – сочельник. В эти дни рыбу нельзя есть вообще. В пищу употребляет кутью, зерна злаков с медом, замоченные в воде. Баскетбольный металлург университет – лидер дивизиона «Б». На первое место магнитка вышла после победы в Нижнем Новгороде над командой НБА «Телма». На ступень ниже темм «Суэмзе» из Ревды. А вот у фарм-клуба нашей команды дела обстоят значительно хуже. Команда занимает предпоследнее 13 место в высшей лиге первенство страны. Накануне магнитогурцы уступили екатеринбуржской команде УПИ со счетом 80-89. На этом наш выпуск завершен. Следите вместе с нами за развитием событий. Всего доброго и до новых встреч. Сегодня в Фершинпенуазе от минус 4 до минус 6 градусов. В Кизийском районе минус 5, минус 7. В Верхнеуральске от 6 до 8 мороза. В Новообзаково от 3 до 5 градусов ниже нуля. В Магнитогорске переменная облачность преимущественно без осадков. Температура воздуха минус 3, минус 5 градусов. Продолжение следует... Продолжение следует...